Проблемы роликов коньков. Может кто-то с ней не встречался, но лично я стал счастливым обладателем сломанной рамы. Что же подстерегает каждого роллера и почему ролики ломаются? Давайте о самых частых проблемах. Это, конечно же, колеса. Многие забывают их переставлять местами и они превращаются в... На таких кататься просто невозможно. Отталкивание будет крайне неэффективным, а ноги будут заваливаться вовнутрь. А еще они могут квадратиться, например, от длительных торможений на спуске. Колеса перестают прокручиваться и стираются в одном месте. Некоторые умудряются стащить колесо до ступицы, тормозя одним колесом. Следующая проблема – закипевшие оси. Желательно проверять перед каждым катанием, не закипели ли они. Иначе, когда придет время замены колес, вас будет поджидать большая неприятность. Решают ее обычно шестигранником с большим рычагом. Если шестигранник гнется, а металл в оси слизывается, тут предстоит высверливание или вытаскивание экстрактором. Тут можно и раму повредить. Слизывание оси может произойти из-за того, что вы плохо вставили шестигранник. Будьте внимательны. Но слабо закручивать оси тоже не стоит. И если они раскрутятся, вы потеряете не только колеса, но и два подшипника со втулкой. Так что смело затягиваем, но проверяем, откручиваются ли они. Кстати, сами оси тоже ломаются. Это приведет к тому, что рама погнется. Обычно это происходит из-за прыжков, а именно неправильное приземление. Рамы, в принципе, сами по себе они не ломаются, но бывали случаи. Обычно они ломаются в месте крепления к ботинку, как было у меня. Но вы можете стать счастливчиком. Для этого снимите центральные колеса. Прочность рамы существенно снизится, ведь она на это не рассчитана. И еще следить за тем, насколько хорошо прикручена рама тоже нужно. Да и в целом болтики требуют присмотра. Они имеют свойства теряться, и обычно это существенно влияет на катание. Следующим слабым элементом станут подшипники. Нужно следить, чтобы колесо не болталось при боковой нагрузке. Если есть люфт, лучше подшипники заменить. Также их стоит менять, если они шумят. В целом, внезапно этот элемент не подведет вас. Главное быть внимательным. Шнурки. Еще ни разу они не подводили, но за ними стоит следить. Потеря фиксации в нужный момент может обернуться в травму. Следом за шнурками идет самое опасное, бакли. Они действительно являются самым ненадежным местом. Чаще всего ломаются именно они, особенно если вы на них падаете. Не рискуйте и по возможности меняйте их. Внутренний ботинок, он тоже портится. Обычно он рвется в районе пятки. Аккуратно надевайте и снимайте ролики. Старайтесь как можно скорее высушить ролики после катания. Роллерские носки увеличат срок службы внутренника, да и вероятность натереть ногу меньше. Если вам хочется минимизировать количество поломок, покупайте надежные фирмы роликов и осматривайте их перед катанием. Как это сделать? Перезатяните каждую ось. Проверьте, нормально ли крутятся колеса, нет ли на них люфта, не болтается ли рама или нет на них трещин. Визуально осмотрите шнурки и бакли. Бакли желательно подергать. Осмотрите наличие всех значимых болтиков. Следите за износом колес. После катания сразу же ставьте ролики сушиться, вытащив язычок. Вертолеты проходят тщательный осмотр перед каждым вылетом, а ведь это намного сложнее. Не ленитесь и катайтесь безопаснее.